Воспредствует служба информации нашего телеканала и я, Алина Николаева. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. В Пизанской башне больше нет. Жители добились замены электрического столба благодаря журналистам. Нет, больше никаких ни за детей, ни за людей, ни за машин, ни за дома, ничего мы теперь не переживаем. Три сотни участников и еще больше работ. Жюри Ростовского фестиваля рекламы определят лучших в восьми номинациях. Насколько все продумано, насколько возможен отклик, насколько он будет велик по сравнению с другими работами. Праздник к нам приходит. Почему в Ростове установили главную новогоднюю елку осенью? На строительство новых районов, социального жилья и развитие недавно застроенных территорий направят более полутора миллиардов рублей. В Ростове власти приняли соответствующую программу, которая рассчитана до 2017 года. Главная ее цель – бюджетная поддержка молодых семей и предоставление квартир на льготных условиях очередникам. Как рассчитывают в администрации города, увеличение темпов и объемов строительства позволит быстрее ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд. Программа также должна способствовать развитию ипотечного кредитования. Добавлю, сегодня на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 11,5 тысяч ростовских семей. Пизанской башни больше нет. Так жители улицы Рахманинова называли электрический столб, который после аварии опасно наклонился и оставался в таком положении почти два года. Обеспокоенные жители обратились в редакцию программы «Городская среда». Наши корреспонденты нашли ответственных, которые на следующий же день выехали на место ЧП. Чем закончилась история, расскажет Виктория Щетинина. Полтора года живем в страхе, жаловались на прошлой неделе жители частных домов на улице Рахманинова. Опора линии электропередачи опасно наклонилась после автомобильной аварии. К счастью, тогда обошлось без человеческих жертв. Пострадала только бетонная конструкция, которая теперь сама угрожала жизни и здоровью горожан. Конечно, страшно. Особенно, когда вот этот ураган. Вообще боялись. Думали, что не знаю, что будет. Как упадет и куда и чего полетит. Страшное дело. Страшное. Подчинить или заменить опору местные жители просили неоднократно. Куда только не звонили, говорит Валентина Зубкова. Я занималась, звонила периодически. Нет, нет, возьму телефоны. У меня телефонов сколько хочешь и каких хочешь. Возьмусь, перезвоню, позвоню. Ладно, хорошо, приедем, посмотрим. На этом закончилось. Стараясь помочь жителям, мы начали поиски владельцев этой пизанской башни. Опора оказалась в ведении Донэнерго. В компании нам пообещали заменить злополучную конструкцию. И слово свое сдержали. Сразу же на второй день приехали и заменили столб и все провода. Каждому к дому провели. Так что мы сейчас не жалуемся. У нас все нормально. Большое вам спасибо. Всем, всем. И нашим репортерам, и всем, кто принимал участие в нашей беде. Теперь можно спать спокойно, не опасаясь ни ветра, ни снегопада. Радуются местные жители. Нет, больше никаких ни за детей, ни за людей, ни за машин, ни за дома. Ничего мы теперь не переживаем. Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Увеличение загруженности ростовских дорог отмечает Яндекс. Интернет-ресурс проанализировал ситуацию, которая сложилась в городе на прошлой неделе. Максимальные отметки 10 пробки достигли в среду. Серьезные заторы образовались в 6 вечера и оставались на таком уровне в течение 45 минут. Эксперты отмечают, что, как правило, в это время загруженность дорог составляет не больше 8 баллов. Необычный максимум зафиксировали и в пятницу вечером 9 баллов. Самыми загруженными магистралями оказались Большая Садовая, улица Особенная, проспект Театральный и Шолохова. Человеком года 2014 посмертно признали профессора Южного федерального университета, журналиста и краеведа Владислава Смирнова. Из жизни он ушел в результате ДТП по вине пьяного водителя. В свои 74 года Смирнов был полон сил и продолжал заниматься научной и журналистской деятельностью. Почетный диплом лауреата организаторы уже передали его семье. Добавлю, на протяжении 17 лет существования премии ее получили десятки дончан. Это люди, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие региона. Врачи, банкиры, аграрии, представители творческих профессий. Кроме Владислава Смирнова в числе лауреатов преподаватели Екатерина Агитманенко, композитор Виталий Ходош и дирижер Андрей Аниханов. Сразу несколько двигателей торговли запустят в Ростове. В городе стартовал фестиваль рекламы. Почти 300 студентов со всей России сражаются за право обладания главной статуэтки от галереи рекламы. Молодые и креативные участники на суд жюри представили сотни работ. Наиболее перспективные выбрала и наша съемочная группа. Подробности у Анастасии Дементьевой. Волгоград, Челябинск, Ставрополь, Москва и, конечно, Ростов-на-Дону. 13-й студенческий фестиваль галереи рекламы в ДГТУ традиционно собирает участников со всей России. Опыт и профессиональная подготовка здесь не столь важны. Главное условие – желание создавать. Его и у Марии Макаренко хоть отбавляй. Попытать удачу в таком состязании она решила впервые. На суд жюри представляет рекламную растяжку питомника карликовых кроликов. Потому что я считаю, что, во-первых, кролики – это, в принципе, очень милые создания, их сложно не заметить. И я сделала вот этого милого, нежного кролика таким центральным объектом. Он детский, он достаточно такой шкодливый, а у меня, в принципе, по фирменному стилю, здесь этого не представлено, но по фирменному стилю у меня кролик, который мажет все краской, ляпает такие капли краски. Он такой шкодливый, веселый, это понравится и детям, и взрослым. С каждым годом число участников фестиваля увеличивается. В этом сезоне запустить свой двигатель торговли пытаются почти три сотни студентов. Гордость организаторов. За 13 лет проведения конкурса десятки рекламных проспектов, представленных на улицах города. Облагодворительный фонд имени Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой объявлял свою номинацию в создании плакатов социально касающихся детства. И эти плакаты присутствуют в наших городских больницах, поликлиниках. Жюри предстоит оценить 350 работ в восьми номинациях. Это реклама в печатных СМИ, наружное видео, аудиореклама в интернете и социальная реклама. Для тех, кто хочет попробовать себя в роли рекламного менеджера крупной компании, организаторы предлагают номинации «Корпоративный имидж» и «Коммуникационный проект». Судьи предупреждают, несмотря на то, что создание рекламного продукта работа творческая, оценивать ее будут с математической точностью. Насколько все продумано, насколько возможен отклик, насколько он будет велик по сравнению с другими работами. То есть мы берем какую-то конкретную рекламу и рассматриваем уже, наверное, приток новых потребителей. Или если это социальная реклама, то уже уровень отзывчусь. Фестиваль продлится до 27 ноября. За это время все его участники смогут посетить мастер-классы от гуру рекламного дела. Жюри назовет имена победителей в завершающий день. Кроме фирменных статуэток, они получат право представлять свои работы на конкурсе рекламы в столице. Анастасия Дементьева, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо. Ростов начал готовиться к новогодним праздникам в ноябре. Главную героиню торжеств, Большую елку, уже установили у парка Горького. Обычно лесная красавица начинала радовать горожан не раньше середины декабря. В этот раз график сдвинулся. 20-метровая искусственная ель состоит из каркаса и хвойных веток. Пока ее успели нарядить частично. Праздничное убранство составляет лишь синяя гирлянда. Рядом собирают большой новогодний шар, который украсит вход в парк, как и в прошлом году. Также главный символ грядущих праздников устанавливают и у здания регионального правительства. Во всех районах города елки появятся до 1 декабря. Ростовский молодежный театр привез три награды с 5-го международного фестиваля «Арта Крайна» в Санкт-Петербурге. Жюри высоко оценило постановку Хана Халевина «Холостяки и холостячки». Спектакль вызвал восторг и у зрителей. Смех в зале не умолкал на протяжении всего действия. Во время обсуждения, сразу после показа, наши актеры Роман Меринов, Александр Волжинский, Борис Вернигоров, Эльвира Цыганок, заслуженная артистка Республики Бурятия Анжелика Зайцева и режиссер Екатерина Гороховская получили похвалу за умение талантливо преподнести своеобразный, спорный по своей сути материал пьесы. В итоге награда за режиссуру, лучшую женскую роль ее получили обе наших актрисы и специальный приз Петербургского театрального журнала за лучший актерский ансамбль. Это была последняя информация выпуска. Следите за новостями на нашем портале rostovlive.ru Делитесь своими фото и видео с места событий. Я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова